Книга «Дорога к познанию» заставляет думать, мечтать, сопереживать, радоваться и горевать. Благодаря хорошей книге мы познаем собственный внутренний мир. Если ты знаешь, что читает человек, ты можешь понять поступки и мысли этого человека. Для Владимира Бабкова настольной книгой вот уже много лет является «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Впервые он ее прочел в школьные годы. Юмор. Это такой классический юмор. И когда я ее прочитал, я начал искать, что же они еще написали. Ну, две вещи написал. Записки Ильфа и Петрова. Там такие есть афоризмы типа. Очень тоже интересные. И одноэтажная Америка. Сегодня эта книга станет одной из сотни собираемых для воспитанников детских домов города в рамках благотворительной акции Северского трубного завода «Книжные полки у елки». В музейном комплексе «Северская домна» собрались руководители цехов и подразделений градообразующего предприятия. У них в руках книги, которые оставили после прочтения неизгладимое впечатление. Это те произведения, которые, по их мнению, обязательно должны прочесть мальчишки-девчонки из детского дома. В руках управляющего директора Северского трубного завода Михаила Зуева сразу несколько произведений. Но начинает он со сказов Павла Бажова. Первую книжку, которую я хотел порекомендовать, прочитать обязательно всем юным полевчанам, ну, естественно, после того, когда они побывают вот в нашем славном музее, посмотрят кино, у них такое желание обязательно проснется, прочитать книгу, или точнее сказать, книги Павла Петровича Бажова. Потому что именно Павел Петрович, он вообще воспел нашу малую родину, как никто другой. Здесь сказы, здесь былины, здесь рассказы о простых работных людях, которые жили здесь до нас, которые начинали создавать этот город, строили здесь заводы. Здесь масса примеров, всегда они какие-то покрыты сказочными персонажами дополнительно, о мастеровых людях, о тех мастеровых людях, которые на Урале в 18 веке построили здесь за каких-то 80 лет 200 металлургических заводов. Поэтому, чтобы быть настоящим патриотом нашего уральского края, нашей славной малой родины города Полевского, естественно, я предлагаю им прочитать Павла Петровича Бажова сказы. Следующая книга, которая занимает свое место в детской библиотеке, это сказки. По мнению ее дарителя Тамары Дьяковой, главного бухгалтера Северского трубного завода, этот жанр не только интересен юным читателям, но даже полезен. В сказках ложь, но там такой большой намек на истину, на сегодняшнюю действительность. И в сказках всегда побеждает добро, побеждает зло, в сказках всегда торжествует любовь. Вот поэтому я хочу, чтобы вот так в жизни было, чтобы за все, за жадность, за алчность, как обычно в сказках, каждый нес ответственность. Книга – это наследие, которое передается из поколения в поколение. Произведения хранятся в семейных библиотеках годами, скрывая в страницах и форзацах любовь своих читателей к самообразованию и желанию узнавать что-то новое, неизведанное. В семье Константина Поспилова таким произведением является трехтомник Носова. И судьба этих книжек достаточно интересная. Сначала читали их тебе, потом ты сам их читал, потом ты читал их своим детям. И почему-то мне подумалось, что эти книги, и конкретно рассказывает Носова, это, наверное, не такая уж и детская литература, потому что, в общем-то, писатель в интересной форме рассказывал, как надо фантазировать, но не обманывать, как надо защищать друзей, а не нападать. Для Надежды Вахрушевой, заместителя председателя правкома Северского трубного завода, любимой книгой остается сказкой к зюпери «Маленький принц». Он эту, кстати, книгу написал в 42-м году, к Рождеству. И вот когда я взрослела, я открывала эту книгу, я вам всем советую. Там маленькая, она читается очень быстро. Когда он путешествует по планетам, в общем-то, это правило жизни. Вот как руководить, как оценивать себя. И я вам говорю, почитайте, вы вспомните детство, вы проанализируете себя, свою жизнь. И вообще это классно. Сильная половина участников сегодняшней благотворительной акции дарили детям книги с глубоким смыслом. О героях, подвигах и настоящей дружбе. Сергей Долгоруков сегодня пришел на праздник с книгой «Два капитана». Почему я хочу, чтобы эта книжка была у детей в детском доме? Ну, безусловно, эта книжка о любви и о верности, это да. Но эта книжка воспитывает четкость понимания, преданность своему делу, безусловно, принципиальность. То есть вот поставил перед собой цель и всю жизнь идешь к ее достижению. Это здорово. То есть я надеюсь, что вот эта книжка поможет ребятам в достижении своих целей. Главная цель сегодняшнего проекта – существенно повысить интерес детей классической современной литературе к чтению, которая открывает перед человеком разные грани мира и знаний. Для Владимира Топорова такой книгой стал таинственный остров Жюль Верна. Увидел, как люди непростых, абсолютно, вроде бы, в таких безвыходных ситуациях находят какие-то варианты, находят какие-то вещи, которые помогают выжить, которые помогают не сдаваться. Ну и для детей, именно, ну как я считаю, и так было для меня, допустим, прочитав тот же таинственный остров, прочитав тех же детей Капитана Гранта, гораздо интереснее в школе изучать географию, физику, химию, математику. В ходе сегодняшней акции было собрано более сотни книг. Все они будут переданы в библиотеки детских домов с северной и южной частей города и займут достойное место в сердцах мальчишек и девчонок. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, Константин Геронов, Алексей Карипанов. Новости Полевского.